Вы знаете, сегодняшний форум такой обширен, там где обсуждаются вопросы канцерогенеза, изменений на генетическом, молекулярно-генетическом уровне при онкологических заболеваниях и поиск лечебных средств воздействия на том же уровне. Конечно, тема сегодняшнего доклада, может быть, звучит несколько мелковато, но тем не менее, это очень технологическое то, о чем мы будем сегодня говорить. Я не буду останавливаться на классификации, вроде бы мы и так понимаем, о чем. Единственное, хотел бы сказать, что мини-инвазивное вмешательство требует особого оборудования с системами визуализации, особой системе навигации. Это инструменты доступа и очень важно, областивные системы, облативные системы, которые осуществляют это лечебное воздействие. Биопсия, прежде всего, это в труднодоступные области. И тогда, когда другие возможности не позволяют это сделать, ну, в частности, это люди с сопутствующей патологией, это люди с ожирением, например, взять биопсию из маленького очага метастаза при раке легкого или из кости, это доступно только высококлассным специалистам и особым оборудованием и другими возможностями. Ну, доступ для дренирования, конечно, это примитивно и понятно обычным способом, когда мы дренируем, но когда это касается сложной локализации, тогда, когда рядом жизненно важные органы, когда нужно пройти эти органы, сосуды и полости, вот в данном случае видим, как происходит дренирование медицинального абсцесса после удаления легкого, при раке легкого и постановка дренажа, или, например, в малом тазу после экстерпации рака прямой кишки, когда приходится, видите, доступ осуществлять через запирательное отверстие, устанавливать дренаж. Но, конечно, очень важно оснащение при этих технологиях. Прежде всего, это компьютерная томография. Компьютерная томография с сегодняшнего дня предполагает соответствующее программное обеспечение, соответствующее дополнение, например, роботы, какие-то приставки, в данном случае мы на одной из такой работаем, которая позволяет достать те места в различных частях тела пациента, которые являются недоступными. И больше, конечно, говоря о микроинвазивных вмешательствах, я хотел бы остановиться на криоаблации, то, чем больше можем говорить в нашем учреждении. Прежде всего, хотел бы сказать, что у нас есть соответствующее оборудование для криоаблации под руководством Георгия Георгиевича. И учеными из Политехнического университета создали соответствующий агрегат, который зарегистрирован, который является уникальным с международной точки зрения. Электроды в зонды, они диаметром минимальным, полтора миллиметра, это меньше, чем аналоги международные. Эти зонды позволяют достать очаг опухолей для пиопсии, для лечебного воздействия глубиной до 20 сантиметров. Ну, вы видите, эти электроды, но самое важное для нас, ну и, наверное, вообще, когда мы думаем, применять эту технологию или нет, что эти зонды многоразовые, они очень дорогие, а их иногда требуется много на одну процедуру, и они для многолетнего использования очень надежно сделаны. Прежде всего, криоаблация опухоли, кости. Все, что я буду говорить о этой технологии при этой локализации, это сделано в рамках апробации клинических исследований. В настоящее время уже набрали значительный материал, мы можем отчасти это обобщать. Вы видите, чаще всего при костях, при метастазах в кости, это палиативный эффект, выраженный болевой синдром. Ничего другого мы не можем предложить, а при помощи этой технологии можем достать и метастазы, вот как в данном случае, в ребро при раке легкого. Мы можем достать метастатические очаги в костях таза, в позвоночнике. И обратите внимание, при выполнении процедуры у нас иногда стоит несколько зондов. Тут в силу разных причин. В данной ситуации сам опухоль в очах, он имеет сложную конфигурацию. И если на криогенном зонде формируется овальной форме ледяной шар, а опухоль имеет сложную форму, то при помощи нескольких зондов можно сформировать форму ледяного шара, конгурентную этой опухоли. Поэтому это, конечно, это сноровка специалистов, это тех, кто выполняет процедуру, тех, кто осуществляет навигацию, чтобы это все сделать. Ну и видите, вот по результатам наших первых исследований данной работы мы видим хороший эффект локального контроля, уменьшение болевого синдрома, улучшение качества жизни этих пациентов. Это другая работа. Это касающиеся исследований при аблации в мягких тканях. Но мы видим, насколько эффективна в отношении болевого синдрома криогенная аблация по сравнению с хирургическим вмешательством. Малоинвазивные технологии с применением криоблации могут применяться и при других органах. В частности, мы работаем и на молочной железе. Это апробация клинических исследований. Мы результаты не будем докладывать, мы меньше года работаем. Но вот сама техника можно делать под контролем УЗИ современного. Вы видите, мы также используем несколько зондов. Здесь из других соображений несколько зондов дает нам возможность механически не влезать в опухоль, а из нескольких точек поглотить в формирующийся ледяной шар эту опухоль. Эта процедура, работа в мягких тканях, более доступных, можно выполнять и амбулаторно. Это тоже очень важно. И следующее направление микроинвазивных вмешательств – это криобляции опухолей почек. Я взял некоторые разделы из доклада наших специалистов по раку почек. И вот посмотрите, слева колонка – это то, что он представил одно из направлений органно-сохраняющих вмешательств при раке почек. Мы работаем с 2015 года, более 65 процедур. Видите, какие преимущества. И, кроме того, это является триггером для запуска иммунного ответа организма. Ну, в частности, докладывал пациента, у которого всего лишь одна почка, другая была удалена ранее. По поводу опухоли функция почки снижена, больного сопутствующая патология, высокий риск операции. И в данном случае предлагалась и проведена была эта манипуляция, которая позволила ему продлить жизнь и качество жизни при помощи этой технологии. Здесь этапы криоабляции с интервалами в три месяца, показано до криоабляции, через три месяца. Ну, вот здесь наглядно видно через шесть месяцев до абляции, формирование ледяного шара в опухоли почки во время проведения процедуры и через шесть месяцев. Видите, там наблюдается очаг. Но очаг, он несколько другой, другие контуры, он не всегда меньше по размеру, но он не контрастируется, не воскалеризирован. Ну, если есть необходимость, мы можем при этой же технологии взять дополнительно биопсию и посмотреть, что там осталось. Но мы видим, что опухоль контролируется. Наши онкоурологи сформулировали показания для криоабляции опухоли. Видите, ее размер – это особые условия, тогда, когда невозможно выполнить хирургическое вмешательство с пользой для пациента. Множественные опухоли, единственная почка или сниженная функция, высокий риск хирургического вмешательства. Это сложные пациенты, пожилые, и тогда, когда эта технология выполняется с палеотивной целью. Посмотрите ссылку на наших зарубежных коллег, криоабляция нарушает функцию почек более чем, менее чем в два раза, чем радиочастотная аблация и менее чем в четыре раза, чем открытая резекция почки. Преимущества медианвазивных вмешательств – минимальная агрессия, хорошая психологическая и соматическая переносимость процедуры, быстрота, короткий период госпитализации, минимальное число осложнений, как правило, низкая себестоимость. Но об этом мы еще поговорим. И возможность выполнения операции под местной анестезией. Конечно, мы только мазками показали некоторые направления, которыми мы занимаемся при микроинвазивных вмешательствах, но мы видим проблемы по продвижению этих технологий. Почему-то это является уделом только узких специалистов. Это сложные технологии. Нужно иметь очень, кроме знаний, хорошие мануальные навыки специалистам, нужно иметь хорошее оборудование и инструменты, и самую главную установку, на которой умеете работать. И не всегда администрация заинтересована в продвижении этих технологий. Поэтому необходимо, конечно, формировать интерес у специалистов ее администрации и учреждения. Нужно готовить специалистов, а их вот таких школ не так уж много. Поэтому необходимо дорогое оборудование не только для криоаблации, но и для навигации, инструменты для этой процедуры. Но начинать, наверное, надо с палиативных процедур, научно-исследовательских каких-то тем, апробации клинических исследований. И, конечно же, в конечном итоге наша задача, чтобы какие-то мини-инвазивные вмешательства оказались в клинических рекомендациях. Как отношение к клинической частной медицине. Конечно, это интересная технология. И когда мы говорим о низкой себестоимости, то мы говорим о низкой себестоимости в процессе выполнения текущей. Но вот посмотрите, конечно, нужно учитывать стоимость оборудования. Вот наши расчеты такие, простейшие расчеты, когда мы взяли только стоимость самого агрегата для криоаблации, то на выход рентабельности происходит где-то через 4 года. А если еще сюда посчитать оборудование для визуализации, для мониторинга, конечно, это будет дороже. Но, конечно, разный подход государственных учреждений и частных. Когда касается государственных учреждений, то мы при этих расчетах стоимость оборудования не вносим. Оно нам и так государством дается бесплатно, а соответственно у нас, у работников государственных учреждений есть большая возможность продвигать эти технологии. Поэтому, конечно же, нужно работать прежде всего с администраторами, чтобы они были убежденными сторонниками этих технологий. Я поэтому с удовольствием отозвался на призыв сделать доклад по микроинвазивным технологиям на нашем секционном заседании. И если мы сегодня применяем микроинвазивное вмешательство даже при хорошем оборудовании, хороших навыках специалистов, тогда, когда нельзя оперировать, и чаще начинаем как с целью аблации, то мы надеемся, что в перспективе при развитии этих технологий мы будем чаще заниматься аблацией, а оперировать тогда, когда уже это сделать невозможно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.